Сегодня глава Чувашии провел ряд рабочих встреч. Развитие сельского хозяйства глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с членом Комитета Государственной Думы России по аграрным вопросам Виктором Кидяевым. Глава республики рассказал, что Чувашии большое внимание уделяется решению вопросов села, развитию отрасли сельского хозяйства. В свою очередь Виктор Кидяев поделился своими впечатлениями от посещения нашей республики. Мы проехались, посмотрели и в горы по городу проехались очень чисто, аккуратно, поговорили с людьми. Самое мне, что приятно, как мои избиратели живут, то есть говорят много лестного в адрес и главы республики, и законодательного собрания. Это о чем говорят? Что есть полное понимание, мне бы хотелось и всегда было бы так. Мы съездили, проехались по сельским населенным пунктам, поговорили с жителями, посмотрели поля, как все-таки были посеяны, как они содержатся. Это, конечно, радует, что живут здесь очень правильные, серьезные люди, и надо признать, они большие профессионалы. С начальником управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, полковником полиции Александром Бережным, Михаил Игнатьев обсудил вопросы обеспечения безопасности на всех видах транспорта. И задача наша по программе «Безопасный город» увязать все эти вокзалы, которые есть, с муниципальными программами, региональными программами, для того, чтобы каждый квадратный метр был охвачен видеокамерами современными, и для того, чтобы обеспечивать, во-первых, контроль, а где какие правонарушения есть, чтобы эти правонарушения раскрывались, выявлялись, соответственно, и ответственные лица, которые там нарушают, привлечены были к ответственности. Вот главный принцип нашей совместной деятельности с вашими коллегами, которые представлены на территории нашей республики. Александр Бережной отметил, что в Чувашии ведется большая работа по улучшению инфраструктуры. Приятно было услышать позитивную оценку деятельности органов внутренних дел на транспорте со стороны главной республики. И заверение о том, что вот то движение позитивное вперед, в том числе в плане обеспечения безопасности населения и гостей республики, оно продолжится и в том числе при непосредственном участии подразделений транспортной полиции. Обсуждались вопросы повышения уровня материально-технического оснащения, что, несомненно, позитивно скажется на уровне безопасности населения республики в первую очередь.